Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами снова Марина. И сегодняшнее видео, я думаю, вам очень понравится, потому что это снова совместный проект нас, трёх девчонок из немецкоговорящих стран. Это Катерина из Австрии и Мария из Германии, ну и, соответственно, меня из Швейцарии. И кто не видел прошлое видео, я оставлю ссылку здесь. Это было сравнительное видео стран, в которых мы живём, что едят в этих странах, о чём говорят в этих странах. Ну и так, в общем-то, всего по чуть-чуть, то в этом видео мы немножко пошутим. Пошутим о тех людях, которые живут в этих странах. И если вам такое видео понравится, то обязательно переходите по ссылкам, которые я оставлю внизу на канал Кати и Маши и продолжайте смотреть. Насчёт шуток о Швейцарии. Тут я должна оговориться, что именно как у нас, вот, встретились русские, американец и швейцарец, например, там, я шуток таких вот именно в повседневной жизни никогда не встречала. Возможно, где-то в газетах это и публикуют, но вот так вот, чтобы между собой швейцарцы таком не шутят, по крайней мере, в моём окружении. А самих себе они тоже шутят неохотно. Они охотно шутят об австрицах, например, или о немцах, но вот сами о себе они не очень-то шутят. Поэтому все шутки, которые я нашла, это, так скажем, выжимка из интернета. И ещё одно замечание, что очень часто шутки, которые вот шутят, шутки шутят, шутки, которые шутят в Швейцарии, это шутки ниже пояса. Поэтому постаралась по возможности опустить такие шутки. Мало ли, какого возраста люди меня смотрят. Не будем смущать. Один иностранец приходит в швейцарский банк и хочет открыть счёт и положить на него деньги. Работник банка у него спрашивает, а сколько денег вы хотели бы положить на счёт? На что иностранец очень тихонько шепчет, 3 миллиона. На что работник банка отвечает, можете говорить громче, у нас в Швейцарии бедные не стесняются. Если вы вдруг увидели, что где-то из окна выпрыгивает швейцарец, надо следовать за ним, потому что 100% вы таким образом заработаете денег. Какая разница между Колумбией и Швейцарией? В Швейцарии снег меряют метрами, а в Колумбии килограммами. Швейцарец, голландец и немец, будучи в одной из восточных стран, попали в тюрьму за то, что употребляли алкоголь. Правитель этой страны наказание за это приказал каждому дать 50 плетей. Но так как это иностранцы, и они, возможно, не знали о том, что в стране нельзя пить алкоголь, он сказал, что каждый может загадать по желанию перед поркой. Швейцарец попросил привязать к спине подушку. Все хорошо, но после 25 ударов подушка разорвалась, ну и последние 25, естественно, он получил уже по спине. Тогда голландец, видя, что приключилось со швейцарцем, попросил к спине привязать две подушки. Но так уж случилось, что и две подушки его не спасли, а вторая разорвалась, и он получил свои удары плетью. Тогда правитель обращается к немцу и говорит, ну, так как я являюсь поклонником немецкого футбола, я разрешаю тебе загадать два желания. Немец, недолго думая, говорит, я хочу не 50, а 100 ударов плетью. Тогда правитель на него так посмотрел, говорит, я не понимаю, конечно, что у тебя в голове, ну, раз хочешь, будет тебе 100. А какое твое второе желание? Привяжите мне голландца на спину, пожалуйста. Дорогие зрители, добрый день. Сегодня специально для швейцарского канала Марины я подготовила шутки, в которых будут участвовать не только австрийцы, но и швейцарцы, чтобы вам было интереснее слушать эти шутки. На стройке работают три человека – швейцарец, итальянец и австрийец. И каждый день они приносят с собой на работу коробочки с ланчем. Приблизительно такие коробочки, только они не прозрачные. Они открывают эти коробочки, достают свой ланч, вкушают обед и ворчат. О чем же ворчат? Итальянец, швейцарец и австрийец. Швейцарец всегда открывает свою коробочку, видит один и тот же бутерброд с ветчиной. Он говорит, ну сколько можно один и тот же бутерброд с ветчиной? Я ненавижу эти бутерброды с ветчиной, не могу их больше видеть. Когда открывают свою коробочку итальянец, он говорит, мамма миа, опять этот бутерброд с рыбой. Я ненавижу этот бутерброд с рыбой. Вот тут мне уже эти бутерброды с рыбой. И когда свою коробочку открывает Австрит, он видит там всегда бутерброд с сыром и говорит, я ненавижу эти бутерброды с сыром, ну сколько можно одно и то же каждый день, каждый день я ем эти бутерброды с сыром. И вот в один прекрасный день у швейцарца кончилось терпение, он сел перед коробочкой с ланчем и говорит, если я сейчас открою эту коробочку, а там опять будет бутерброд с ветчиной, я покончу с собой. Ну конечно, он открывает свою коробочку и что же он там видит? Бутерброд с ветчиной. Он взбирается на 10 этаж и прыгает вниз. То же самое делает итальянец. Он открывает свою коробочку, видит там бутерброд с рыбой и говорит, мама миа, больше нет терпения, бежит вслед за швейцарцем и прыгает с 10 этажа. То же самое делает австрийц. Он открывает свою коробочку, видит там опять бутерброд с сыром, бежит на 10 этаж и спрыгивает вниз. Через несколько дней встречаются три вдовы. Одна швейцарка говорит, я ничего не понимаю, он же ведь так любил эти бутерброды с ветчиной, они были его любимой едой, я всегда ему готовила их на обед. Если бы он только сказал хоть одно слово, что ему не нравятся эти бутерброды, конечно же я приготовила бы ему что-то другое. Тоже в своем горе плачет и рыдает итальянка, ну как же так, он всегда любил эти бутерброды с рыбой, всегда только просил их делать и я делала их. Если бы он только сказал одно слово, конечно же я бы приготовила бы ему пиццу, шпагетти или что-то другое, но он всегда говорил только о бутербродах с рыбой. И австрийская вдома, она вообще полностью в недоумении, что происходит в полной абстрации. Я говорит, ничего не понимаю, ну как же так, он же сам всегда готовил для себя эти бутерброды с рыбой и сам всегда их упаковывал и брал с собой на работу. Мораль сей басни такова, было бы интересно услышать ваше мнение, что вы думаете по поводу этой шутки, что хотели нам сказать немцы об этих трех нациях, об швейцарцах, итальянцах и австрийцах. Немного вам расскажу про швейцарцев, почему именно швейцарцу пришла в голову идея сброситься вниз с 10 этажа, потому что Швейцария, она лидирует среди стран, в которых совершаются самоубийцы. Швейцарец спрашивает у австрийца, что такое коричневый, имеет четыре ноги, стоит на лугу и глуп как пробка. Австрийц задумался и примерно через час отвечает, я не знаю. Тогда швейцарец решает загадку, он говорит, это вы и ваш брат. Австрийцу очень понравилась шутка и он, конечно же, спешит поделиться ей с кем-нибудь. Он подходит к итальянцу и спрашивает у него, что такое коричневый, имеет четыре ноги, стоит на лугу и глуп как пробка. Итальянец отвечает, ну, я думаю, что это корова. Нет же, отрицает австрийц, это я и мой брат. No comments, как говорится. Один швейцарский людоед встречает другого швейцарского людоеда и говорит, ты знаешь, я сегодня на завтрак съел клоуна. Тогда его второй спрашивают, ну и как это было? А первый ему отвечает, ну как-то комич. Один албанец попал на необитаемый остров. Ходил он там, ходил и случайно нашел бутылку. Открывает, оттуда вылетает джин и спрашивает, о мой господин повелитель, я исполню любые твои три желания. Албанец, недолго думая, сразу же загадывает дорогую машину, дорогой дом, потом красавицу жену, несколько миллионов на счету в банке. Все это джин выполняет и говорит, ну все, осталось у тебя одно желание, думай, хорошо. И албанец говорит, ну хочу еще швейцарский паспорт. Тогда вдруг все исчезает, остается швейцарский паспорт и албанец растерянности, а куда же все делось? Тогда джин говорит, все это ты должен получить усердной и долгой работы, как это делают все швейцарцы. Привет, дорогие зрители, рада приветствовать вас сегодня в этом видео. Наверняка многие из вас не понаслышке знают, что такое немецкий орденг. Насколько немцы работают усердно и следуют всем правилам. Если так написано, значит так и будет сделано. Следующий анекдот это отражает в полной мере. На обочине дороги работают два человека. Один копает ямы, другой их засыпает снова. Мимо проезжает водитель, останавливается и спрашивает, что же вы здесь делаете? Мы пересаживаем деревья, только человек, который вставляет деревья в ямы, сегодня болен. Вот такое вот получилось видео. Надеюсь, хоть пара шуток вас развеселила. Пожалуйста, если у вас есть какие-то интересные или веселые, возможно, шутки о швейцарцах, немцах, австрийцах, оставляйте их внизу. Всегда интересно узнать что-то новенькое, о чем люди смеются. Потому что в других странах могут быть другие шутки. И всего я вам желаю хорошего, будьте здоровы и до скорой встречи. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!